Следующий выступающий, Александр Милов, наш руководитель. Тема его болезни, как бороться при помощи системного оздоровления или спорадического голодания. Да, ну вот почему возник тот спор. У нас тут в клубе, сами понимаете, многих всяких энтузиастов было много за существование, за 35-45. Ну, только которых я видел, которые голодали, умирали, да. Таких шесть, шесть я посчитал, шесть человек. Я уже о них говорил, в общем, понятно. То есть они исповедовали, что голодание, оно решит все проблемы со здоровьем, вообще все. Я считаю, что это совершенно не так. Почему, в принципе, это не так? Потому что сторонники голодания, они преувеличивают пользу этих ликвидного голодания. Понятно, что в определенных условиях это помогает, да, чистится от шлаков там и так далее. Но если организм зашлакован или как бы, так сказать, ну вот, например, ковид, да, не к ночи помянутый. Он что делает? В принципе, цитокиновый шторм, когда это все попадает в кровь, цитокины – это такие вещества, которые вегетативную бурю вызывают. И фактически сосуды тонкие, они начинают, в общем, проникаться. Капиллярная сеть запустевает, микроинсульты, микроинфаркты и так далее. Ну, какое голодание, ребята, ну вы чего? Какое голодание спасет от этого? Тут надо системно к этому подходить. В общем, я-то сторонник того, вот, Караваевской системы. В свое время мы такую книжку опубликовали «Три Атланта». Но она называлась в авторском исполнении, конечно, не так. Она называлась «Гомеостаз. Три обменных процесса». Автор Караваев, Виталий Васильевич. Ну и, конечно, о чем он говорит? О вот этих трех обменных процессах. Это питание, дыхание и психика. Вот если хотя бы один из этих процессов не нормализован, гомеостатическая реакция, то есть динамическое постоянство внутренней среды, она будет давать сбои по-любому. А поскольку у нас гомеостаз-то все время туда-сюда варьирует, съели мы чего-то, подумали, в стрессовую ситуацию вошли, либо энергетически Валентин сидит, он все время ищет окно взглядом. Когда он находит взглядом окно, он его открывает, и половина Валентина уже на том стороне, то есть он на улице. И смотрите, как вот за 35 розовые щечки. То есть он себя обеспечивает кислородом. И очень правильно делал. Караваев говорил, что едим как слоны, а дышим как мыши. Ну вот у него такое было высказанное. Потому что пища не окисляется, она не вступает в реакцию. А между прочим, ну ладно, об этом чуть позже, вот этот как бы ацидоз, который возникает, ну физиологический ацидоз, то есть закисление, он, конечно, во многом, так сказать, ферментативное гликолиз идет. То есть ферментативное окисление гликозы. Этот сам гликолиз анаэробный, он в 16 раз меньше, чем аэробное окисление с помощью кислорода. Поэтому если мы едим даже патологию и правильно ее окисляем, то есть достаточно кислорода. Ну вот у нас Ельчинов живет на даче, все время ездит, зимой и летом. И такой весьма развращекий субъект. Очень работает там. Ну неважно, главное на свежем воздухе, и летом, и зимой, и ночью, и днем. Это очень хорошо. Ну и, конечно, и работа физическая тоже, она, в общем, так далее, и так далее. Поэтому, что сказать, вот это очень важно. Ну, какое есть, не есть, что есть, что не есть из продуктов. Ну вот, конечно, когда у нас образовался, мы едим этот дрожжевой хлеб, термофильные дрожжи. В 30-е годы немцами были созданы в виде всяких там вражеских этих самых. У нас они появились, ну, они во всем мире появились, дело-то не в этом. Почему? Термофильные дрожжи и вообще пекарские дрожжи, они очень эффективно, это тесто поднимается. И, конечно, экономия огромная в этом хлебопечении и все прочее. Но они все-таки, цисты, не убиваются вот этим, как бы термической обработкой. И фактически они попадают в ЖКТ, где, в общем-то, сыр и тепло, и начинают размножаться. Возникает эндогенный очаг дождей, допустим, или каких-то других грибков. И, в общем, это ничего хорошего для организма не представляет. Сахар, который мы съели, там полисахариды какие-то, они начинают сбраживаться. Ну, и возникает, конечно, вот этот очаг, который, опять-таки, язвочки, колиты. Колит это или там гастрит, это уже придрак по медицинским всяким показаниям. Ну, и, конечно, там недалеко уже от воспалительных процессов в толстом кишечнике, с фильтром, где там седьмовидная кишка. Толстый и толстый кишечник здесь, вот переход и так далее, и так далее. То есть, фактически, мы сами себя съедаем, вот, употребляя вот этот вот дрожжевый хлеб. И это, конечно, делать бы не надо. Ну, Караваев считал, что вообще надо выходить на другой рацион, растеть на молочную пищу, без микробов. Это называется гнотобиология. В 60-70-е годы проводили опыты для космоса. И это в Чехословакии показали, что люди действительно у них возникает такой потенциал здоровья гораздо более высокий. И они избавляются от всяких хронических заболеваний, если они переходят к гнотобиологическому питанию. Ну, вот, можно сослаться. Академик Подопригорат такой написал толстую книгу. Гнотобиология, в принципе, ее можно посмотреть, видимо, в интернете. Может быть, кто-то ее скачал, может, нет. Поэтому вот эти вот все, как бы, то, что мы любим, то, что некоторые любят, всякие йогурты, простокваши, ряженки, кефиры, от них следует отказаться. Ну, по мнению Караваева. Как, допустим, восполнить в белке потребности организма? Есть простой способ. Вот эмулированная кастрюля, 2 литра налили, когда на огонь поставили, пузырьки начинаются, выживаем лимон туда. Все, он створаживается мгновенно. Сыворотку можно использовать для каш. Какое молоко, сошли? Ну, неважно. Это опытным путем все проводится. То есть молоко, которое дает творог. Сейчас продают молоко, которое творог не дает. То есть там нет белка. Ну, это опытным путем выясняется. Да, это легко. Сейчас молока-то нет в магазинах, знаешь? А? Молока нет в магазинах. Нет. Вот если белок образуется из него, тогда это молоко. Если нет, то тогда это не молоко. Поясни, да. Вот, опытным путем. Ну, я как-то в пятерочку пришел, купил у них молоко. А вот творога нет. Такая жидкая, ну, как бы беленькая. Творог горький уже. Нет, вообще творога нет. Белка нет. Там написано белок, столько-то процентов жиры, столько-то. Я взял этот пакет молока, пошел к директору пятерочки. Такая девица, 25 лет. Ну, такая миловидная, все. А что мы, говорит, ничего, не, нам привозят по всей сети, и все. Ну, ладно, эту пятерочку, хрен с ней, как говорится. В общем, ну, типа Майхатская, ничего не знаю. Ну, вот тут уже выживает, как говорится, дело спасения утопающих, дело самих утопающих. То есть надо опытным путем выяснить, какое молоко дает творог, и какой больше пропорции ты этого используешь. Ну, вот что, можно эти, значит, это отличается от магазинного творога, этот творог, он вкуснее и гораздо, и используется, конечно, не как вот этот магазинный творог с помощью закисания молока. Пока этого не происходит. Ну, вот крупу перед употреблением, допустим, ее можно подсушить на сковородке, запах печеного хлеба, вот такой индикатор, от клещей избавляет, от микроорганизмов и так далее. Это овощные, фруктовые блюда, ну, приготовление качественных продуктов, без всяких-всяких непорченных... Порция молока и порция лимона, какая пропорция? Два литра, два литра лимона, где-то так. Значит, ну, Дружевой сказал, в общем, всякие соления, маринады, квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры. Тоже уксус присутствует, идет процесс брожения, уксус это хуже, чем даже этанол, потому что там уже два раза это с помощью уксусных бактерий, все это, ну, как бы, идет этот процесс. Чтобы очистить ЖКТ от слизистой, потому что мы жрали, все, жрали, жрали целую жизнь, а потом раз проблема заникает. Предлагал Караваев, значит, использовать травы Караваевского списка, щелочные, до 25 минут до еды, и они компенсаторно, если мы выпиваем от вас щелочных трав, они компенсаторно сдвигают по аж крови, не желудочную, а по аж крови, в сторону алкалоза, ну, опять же, физиологического. То есть у нас 7,3-7,4, это по аж норма, и, в принципе, на 0,10% с тормолокалоза или с помощью тормолокалоза идет организм гибели. То есть очень важно это равновесие, кислотно-щелочное равновесие. Ну, а на уровне зарядов, электрозарядовое равновесие, то есть там есть протонное, ну, в общем, такое вот зарядовое равновесие тоже есть. Насчет зарядового равновесия, как подпитываться из розетки, я вам не буду говорить, потому что это опасно, хотя Караваев это делал. Ну, вот здесь просто иллюстрация, вот смотрите, в результате аэробного окисления глюкозы образуется 38 АТФ, да, ну, то есть в митохондриях запасается АТФ, ну, энергетическая валюта клетки, да, 38. А когда идет аэробное окисление с помощью ферментов, то образуется всего 2. Ну, только в 16 раз больше. Ну, понятное дело, что организм тратит 16 раз больше энергию на переваривание пищи. Вот мы чего-то съели, недостаток кислорода. Поэтому правильно делает Валентин, вот мы его покажем, который высовывается, когда веет окно на ту сторону и отдыхает. У него, кстати, окно на кухне не закрывается вообще, оно рассохлось, развалилось и туда выкинулось, потому что он все время туда выкинулось. Нет, рамы нет. Рамы нет, и окна нету. В общем, на кухне у него, что зимой и летом, значит, свободная, как говорится, вентиляция. Лучше так лежали в гробу без вентиляции, лежать и дышать какой-то сырой землей. Ну, в гробу же никто дышит. Ну, я утрирую, конечно, в гробу никто не дышит, хотя некоторые дышат. Ну, в общем, ладно, кто-то дышит. Ну, понятно, значит, по поводу обмена психической информацией. Тоже очень важно, стресс любая, так сказать, вот мы тут антистрессовые. Вот сколько Оля не орала, мне все по барабану. Сколько, так сказать, не устраивал Яков Фаркальч Криков, в общем, мы с ним всегда находим язык общий. Даже тут, ну, ладно, не буду говорить, у нас некоторые есть. Вы знаете, как другим, чтобы по барабану было? Нет, главное, чтобы не по барабану. А на остальных наплевать. А на остальных мне наплевать. Наплевать, Рафа. На некоторых, потому что мое дороже ближе к животу. Нет, ну, как руководитель клуба, так поделитесь. Нет, ну, а почему я должен, ты нервничаешь, ты чего-то съела, да, как в анекдоте советском. Это она что-то съела, это она что-то. Нет, знаете, вы же говорите, что я проеду. А что я должен нервничать? Я должен это куда-то в эмоцию положительную переводить. Вот ты нервничаешь, да? А как я положительную эмоцию перевести? Только с юмором. Ну, я для себя нашел такой способ. Может, он, конечно, не универсальный, я понимаю, это немножко как такой трэш. Но, тем не менее, а что мне нервничать? Интересно. Ну, да, Валь, Валь, чего? Валь, а можем ли мы найти такое состояние, чтобы автоматически у нас форма здоровья была? Автоматически не получится. Мы, к сожалению, нюхаем, едим, пьем. И вообще связаны с множеством связей и связаны мыслями с общим окружением нашим автоматически не получится. Александр Иванович, ваше выступление записывается? Записывается. Можете отметить. Задайте. Ну, задайте, да, задайте. Осталось мало времени. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к гомеопатии, она что? Служанка империализма или очень тонкий механизм исследователя? Не, ну, гомеопатия, она выходит за тему моего доклада сейчас. Чего я буду про гомеопатию говорить? Ну, если вам интересно, мое мнение, пусть живет. Зачем ее запрещать? Нормально. Ну, она выходит за тему доклада. Это фикция? Ну, нет, это не фикция. Это понятие реакции фикции? Нет, это психосоматика в чистом... Не дает внимание реальных исследователей от реальных проблем. Нет, нет, нет. Это психосоматический метод. Почему? Это тоже на травму. Психосоматика. Ну. А как прямо на сносе с этой идеей? Собрать себе понимание, я и отец одно. Ну, Валь, ну я же не на все вопросы отвечаю. У меня конкретный доклад на 40 минут. У нас очень важный доклад, но я бы хотел упростить... Валя, как ты не даешь... Ну, пусть упростит, пусть упростит. Чего ты хочешь упростить? Нет, я бы хотел эффективность, результативность акцентировать. Как там достичь нормы, как... Ну, я считаю, что наше сознание, мышление, оно внутри нас, и оно мало связано с реальностью. Поэтому, управляя своим мышлением, конструктивно создавая эти презентации, ну, ментальные репрезентации, это психологи так называют, вы можете моделировать реальность, не дожидаясь, пока у нас эти самые для чтения мыслей датчики в массовом порядке. Мы можем уже создавать мысленные миры и в них жить. И это цель жизни человека, между прочим. Для чего мы рождаемся? Мы рождаемся, чтобы изменить свое сознание, структуру сознания. То есть каждый для... Он создает свою первосновку. Ну, вот я это так для себя определяю. Ну, мы и делаем... А кто еще делал? Нет, ну, я не могу сразу несколько человек, говорят, ну, дайте мне завершить. В общем, большинство болезней, патологическое протекание трех обменных процессов. Простой вывод. Устранить причину, нормализовать течение этих обменных процессов, болезни сами уйдут. Что с ними бороться-то, я не понимаю. Чего глотать таблетки? Ну, может быть, некоторым способом. Ну, это, конечно, шутка. Но голодание, конечно, оно всех не исчерпывает. Я понимаю, оно как бы спорадическое очищает, все такое. Но оно же не может эндогенный очаг, допустим, убрать. Все равно, если там дрожжи завелись, извините, их надо вычищать с помощью щелочных трав, какие-то процедуры, корок там лимонных, еще чего-то, тмина. Ну, то есть, надо же принимать меры, понимаете. Вот деготь Эмма тут пьет какими-то порциями, ну, березовый я имею в виду. Ну, то есть, методы есть. Такие, народные, ненародные. Ну, я про медицину не говорю, потому что это не наша компетенция, чтобы нас не забанили. Так что вот, вот такая вот история. Конец фильма. Все. Понимание приводит к покаянию. А покаяние приводит к пониманию. Это значит, вот мы как-то все вас даем. Да, 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 Андрей, короткий, короткий. Причем наследственно устроен. Ну, говори, говори.